Приветствую вас, Светлана. Я так полагаю, что вас зовут именно так. Собственно, вопрос, который у меня возник, когда я читал ваш текст, в частности, в последней строчке, где вы пишете свои вопросы. Вы спрашиваете, как дальше быть, у меня осталось же сил, ощущение потери опоры, вы пропали желание и сильная вялость. Как дальше быть с чем, с кем, чтобы что? Это первое. Второе. Я не знаю, как принять такие отношения с миром внутри себя. Какие такие отношения с миром внутри себя? Понимаете, вы, ну, вот, как бы, помимо того, что половину своего текста вы описываете историю с сестрой, половину своего текста вы описываете, ну, не половину какую-то часть, вы описываете свое лечение, вот, то есть не совсем понятно, какое у вас отношение к миру, вот. Из отношения к миру я могу выделить из вашего текста только проблему детей, проблему женственности, за которую нужно бороться, некую жертвенность, и, собственно, идеализация, вот я бы так сказал, да, вот. А в остальном, в остальном, ну, не совсем понятно, какое у вас отношение с миром. Вот. То есть, то, что вы не самостоятельны, например, то, что вы нуждаетесь в удобрении от цен, да, это, это вероятно. Вот. Это вероятно так. Вы пишите, пишите, что, как бы, занимаетесь терапией, опять же, на мой взгляд, как-то здесь не совсем очевидно. Я думаю, что, если вы занимаетесь терапией, то почему сейчас не обращаетесь на доли терапии и не прорабатываете вашу проблему? В том, что касается, ну, тут у нас очень обращенности, очень отверженности, вот. Я думаю, что проблемы, конечно, женские, подповедение и так далее. А вот, ну, в принципе, это, вот, второе, некое жертвенное слово. Вот. Вот. Вы говорите, что отец наказания, а за мое решение один год за мной не отговаривался, это манипуляция, вы передаете на манипуляцию. В конце концов, я не выдержала, не выдержала чего. Вот. А, знаете, на что нужно обратить внимание, да, это вот на то, чего вы не выдержали. И попросили прощения. То есть, по сути, продемонстрировали ему, что вами можно манипулировать. Вот. Так, ну, как бы, не выдержали вы, ну, более конкретно, чего вы не выдержали. Просто, как бы, ну, вы не раскрываете этот момент. А, просто, естественно, не выдержал. А, когда, когда вы отказывали отцу, вот, в, ну, когда вы не захотели возвращаться к нему, например, вы чего ожидали? То есть, ну, как бы, какую реакцию ожидали? Ага. Также очень важно то вот, что именно за чувство потери, опоры вы сейчас чувствуете, ощущаете, вот это тоже достаточно важный момент. Дальше, значит, так, я не выдержал, так, это мне было как лаборатор ехал за границу. Ну, так, значит, я оставлю бабочку, это вы к чему, это непонятно, что это не очень хорошо, что вас оставили, но как бы, как вы это все воспринимаете, да. Он мог валить, но он мог быть очень некоррессивным, да, то есть это вот такая качеля получается, эмоциональная качеля. Был очень контролирующим строгим. Ну, не только был он и сейчас, в принципе, таким таким остается. Он тоже, тоже бывал агрессивный, значит, нащепляла потом, а мне часто влетало. Так, значит, физическое, физическое насилие было. Вот это, конечно, достаточно травмирующе, с этим нужно работать. Так, значит, следовательно ехать по бизнесу за границу, кто-то с тех пор и остался, а сейчас это был ваш выбор или нет, потому что, ну, если вас заставили, то, на мой взгляд, ну, если вас заставили поехать, поехать, то не совсем понятно, было ли вашим выбором оставаться, вот, ну, за границей, потому что это очень важно. Дальше, эм, так, значит, отношения с папой были нормальными с тех пор, говорим часто-часто по телефону. Так, а нормальными с тех пор отношения были, это что вы, и что вы имеете в виду, говоря, что отношения нормальные с тех пор. То есть, ну, что вы, а что вы имеете в виду, просто, не очень, не очень понятно, в каком смысле нормальные с тех пор. То есть, вы его, ну, вы его простили, я имею в виду, что своего, своего отца вы простили. Или, ну, какой-то, какой-то еще нюанса есть. То есть, мне вот этот момент, ну, этот момент, я бы сказал, не совсем ясен. Ну, очевиден, да, для меня. По крайней мере. Дальше. Так, эм, значит, так, эм, своих детей у меня нет, даже не хотел, но есть какой-то затык. Мы с тобой поговорили. Эм, вопрос детей для меня очень сложен. Ну, зачем сложен, непонятно. То есть, вы боитесь детей, но это понятно, что, что детей вы боитесь. Но чем именно сложен, зачем именно сложен вопрос, да, в чем именно его сложность, опять же не совсем здесь я. Да, то есть, поймите правильно, я не хочу гадать, да, то есть, ну, было бы здорово, если бы вы как-то вот, может быть, более подробно, более полно вот эти моменты расписали. Знаете, вот, если бы не про сестру, да, если бы вы написали не про сестру, которая, вот, это проблемы, которые, ну, важны, безусловно, проблемы ее важны. Эм, вот, ну, как бы, это все-таки ее проблемы, это все-таки проблемы сестру, сестру ваши, не вас. А нас все-таки больше интересуют именно ваши проблемы. То есть, это, ну, такой, это достаточно важный момент для понимания нюансов. Так, дальше. А, в Европе на нем работы много лет никак не закрою. Ну, опять же, как бы, здесь, я полагаю, если вы его не можете закрыть, то, ну, наверное, у этого есть, есть причина. То есть, есть причина, с которой вы не закрываете этот вопрос. То есть, вам, ну, может быть, вам просто не выгодно в чем-то его закрывать. Это вопрос. То есть, ну, вы понимаете, как бы, что, вот, надо, что хотелось бы закрыть? Вот. Ну, вам это не выгодно делать. Ага, вот. То есть, если вы боитесь, то, опять же, немаловажным моментом является то, а, собственно, зачем вам деть? То есть, 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 то есть Естественно, будет некоторая проблема с тем, чтобы взаимодействовать с другими как бы ролями своими социальными, в том числе родительской роли. Вот. Может быть вы интуитивно понимаете, что хотите что-то компенсировать. А, ну вот, детьми, ну может быть, я не берусь от утверждать наверняка, да, вот, я просто предполагаю сначала. Дальше. Так, значит, мужа познательно выбрала, так, год назад подлесмет к свекру, у меня была сильная депрессия. А, опять же, из-за чего? То есть, ну понятно, что мало хорошего в том, что свекур ваш как бы ушел из жизни. А вот, это безусловно, безусловно, ничего хорошего в этом нет. Это, само собой разумеющийся. Вот. Но, чем вас это так утронуло, что вы, по сути, в депрессию, как, как, как вы говорите, устало. Вот. Тут правда, конечно, есть, 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 эм, некоторый такой вот, ну, ну, нюанс, касаемый, касающийся, эм, того, если у вас, эм, ну была ли у вас депрессия, да, ну, как бы, не в том смысле, что вы можете, там, обманывать, например, а в том смысле, скорее, что, откуда вы знаете, что, ну, что была, что была именно, именно депрессия. Вот. То есть, может быть, может быть, это было просто депрессивное состояние, может быть, это было что-то другое, да. Ну, то есть, это, вот, такой, такой нюанс, ну, такой нюанс. Эм, достаточно важный, как мне кажется. Вот. Дальше. Эм, так, терапия, так, значит, я была, когда летела к родителям на таблетках, допредила отца, что я сейчас в таком состоянии, вот сказал, что не хочу слушать, я была там неделю и не спросил про моё состояние. Ну, здесь у вас, эм, как бы, вот, как мне видится, здесь проблема в том, что вы не воспринимаете своего отца, никак, никак, значит, кроме как, кроме как отца. То есть, вы в нём, э, не видите никого больше, кроме как отца. Не видите, ну, человек у вас, э, к сожалению, по отношению к нему есть, э, ну, на мой взгляд, на мой, на мой взгляд, э, совершенно не реалистичное ожидание, не реалистичное представление о нём. Вот. И, и вы от него, ну, как бы, ждёте, э, ожидаете от него, э, того, на что, я думаю, он, в принципе, не способен. А вам это воспринимает, как что-то такое очень негативное. Вот. Ну, возможно, это, это связано с, э, прошлым, конечно, прошлым и каким-то вещам, но там нет. Вот. И отсюда есть конфликт. Э, э, дальше, что тебе бы хотел, мальчика, э, связано с специфичным, специфичным, достаточно, отношением к вам. Соответственно, это нужно понимать. Вот. Нужно понимать, что отношения к вам у него достаточно, достаточно специфичные, специфичные. Вот. И, как бы, он может, как действительно, хотеть, мальчика. Так он может и, э, к сожалению, испытывать вам не только к вам, не только родительские чувства. Агрессия бы это неплохо, а, неплохо бы объяснила. Вот. Как, в принципе, ну, как, в принципе, э, агрессию вашей мамы, например. Вот. Ну, и здесь, э, повторюсь, нужно, нужно нас, здесь нужно работать на терапию. Ага. Потому что, ну, такой момент, э, я бы сказал, э, достаточно, неоднозначный, да? Достаточно. Ага. Дальше. Значит, вы говорите, что удар в спину, пересохло горло, я сказал, что в тот же момент не было, но да, действительно, вот обвиняется его, перекладывается на него ответственность, да, в своих, в своих реакциях. Вот. А, дальше, в детстве. Так. Ага, как мне было неприятно, как борюсь за свою женщину, ну, на женщину, бороться не нужно, а ее нужно развивать, а бороться в единстве, потому что вы ее идеализируете, таким образом. Вот. А с этим не могла так говорить, но решила смысл что-то объяснять, или тоже пыталась ноль результата, просто буду общаться на отлученные тела. Зачем? Для чего? И как это решение повлияло на то, что много связано с тем, что вы чувствуете потерю опора? Светлана. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.